Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает его по дому. И сегодня речь пойдёт об Ане Старобинец. Как? Вы ещё не читали «Зверский детектив»? Слушайте, выключайте видео, бросайте всё, читайте «Зверский детектив». Прямо реально получите большое удовольствие. Как юные читатели, так и взрослые. Дело в том, что Старобинец работает в довольно сложном жанре. Ей интересно рассказывать историю как для малышей, ну, как ещё назвать, 10 лет, «Простите меня, уважаемые дамы и господа 10-летнего возраста». Ну, правда. Значит, так и для вполне себе взрослых мам и пап, которых чрезвычайно позабавят, на мой взгляд, и различные лингвистические шутки, которых полно в «Зверском детективе». Это там, не знаю, там, коктейль «Мухито», да, который, значит, употребляют в баре сучок. Наши самые уважаемые барсуки полиции Дальнего леса. И, конечно, множество других отсылок к современным детективам. Она не то чтобы пародирует стандартные детективные ходы, но это двое напарников – молодой, горячий и пожилой, умный, я бы даже сказал, мудрый, но при этом отчасти медлительный, и который, значит, уже старова для всего этого. Вот. Она отчасти пародирует многие сюжетные ходы детективные, да. И человек, как и я, пересмотревший достаточно много голливудских боевиков и детективов, он просто узнает все это на лету и чрезвычайно этому всему радуется, да, потому что это невообразимо смешно, когда в роли, значит, сухого такого эксперта, знаете, который вот так очки поправляет на носу, такой вот, значит, работает, патологоанатома, да, выступает гриф «Стервятник», когда, значит, мышь-психолог проводит свои психологические сеансы в духе, не знаю, там, молчания ягнят какого-нибудь. Вот. Это очень все смешно. И, разумеется, по-доброму, по-детски, и преступления там соответствующие, хотя зайца на протяжении всей первой истории, я бы уверен, что сожрали. Ну, просто вообще-то, ну, естественно. Вот. Но, несмотря на то, что любое поедание друг друга в дальнем лесу запрещено, существуют другие земли. И вот, наконец-то, перед нами продолжение зверского детектива. Перед нами совершенно замечательная следующая ступенька, читая которую, я получил огромное удовольствие и очень пожалел о двух вещах. Во-первых, о том, что все-таки у «Старабинец» не как у «Роулинга» много частей, потому что здесь довольно большой прыжок возрастной происходит. Ведь те, кто наслаждался первой самой частью «Зверского детектива», они, в сущности, уже подросли. Им нужно уже книгу, рассчитанную на возраст, на 4-5 лет более старше, чем имелся изначально. То есть, они уже совершенно другого разряда читателей. И вот «Боги Манго» – это не прямое продолжение «Зверского детектива», хотя герои все те же самые. Почему не прямое? Потому что это совершенно новый этап, новый уровень. Во-первых, чем «Боги Манго» отличаются от предыдущих 4 детективных историй? Во-первых, здесь у нас полноценная картина мира. Если раньше мы ограничивались дальним лесом, это что-то вроде такой «Республики зверей», где царят законы нестрогого вегетарианства. Почему нестрогого? Потому что они все время непрерывно лакомятся червячками, жучками, насекомыми. А что, в общем-то, тоже на самом деле довольно жестоко. В «Богах Манго» есть прекрасная сцена, где они едят молочко с водомерками. Это вообще замечательно, конечно, нарисовано. В сущности, зачем эта старобинец? Не только для юмористического эффекта. Исповдаль, она показывает условность любых правил и любых запретов, налагаемых на себя самое человечеством. То есть мы непрерывно улучшаем, мы непрерывно становимся гуманнее и гуманнее, но все равно остаемся при этом и зверьми дальнего леса. И это вегетарианство в дальнем лесу, оно, конечно, очень сильно, значит, с местом действия богов Манго с Саванной очень сильно контрастирует. То есть здесь законы эволюции действуют, выживает сильнейший. Слабых сожрут, причем немедленно, причем чуть ли не на наших глазах. То есть за власть борются львы и жирафы. Львы, естественно, вершина пищевой цепочки, они там жрут всех подряд. Вот, и, в общем, это натуральная банда, вот, значит, но жирафы еще хуже, потому что семейство изысканных, семейство жирафов, это просто самая, что не значит, настоящая диктатура, опирающаяся на силу наемников, этих вот вамбатов. Вот, и дальше начинает разворачиваться вся эта картинка, социально-политическая, я бы сказал, которая является не просто пародией на современное общество, а является у старобинец параллельным миром, да, где происходит все то, что так просто и понятно становится, как только обретает вот этот басенный, аллегорический вид. Дедушка Кровов был бы доволен, на мой взгляд. Почему? Потому что в этом триллере, а это, друзья мои, триллер, и когда я читал «Богов манго», я испытал нешуточное удовольствие, ведь это одна из немногих детских книг, которая заставила меня по-настоящему, черт возьми, переживать за героев, потому что, ну, я не то чтобы сильно волновался «Жирафика Рафика», потому что я же понимал, что все-таки детская книга передо мной, но вы понимаете, автор умеет нагнетать, и делает это совершенно не оглядываясь на то, что дети малые могут разреветься сейчас. И под конец, когда динамика становится все стремительнее, главки становятся все короче, каждая главка становится трагическим эпизодом, который, по идее, в любом боевике стал бы финальным для данного героя, вот, а в общем-то, как-то начинаешь уже и нервничать, дочка-то всего 7 лет, а я читаю вслух, и неизвестно, что там дальше. Как бы не пришлось выдумывать альтернативную концовку, делая вид, что читаешь книгу, значит, а сам на самом деле смягчаешь сюжет, да, потому что, ну, не все финалы подходят детям. Кто не согласен со мной, прочитайте великолепную бессмертную сказку Софьи Прокофьевой, «Счастливый конец» она называется. Итак, значит, вернемся к Анистер Абинец. Бокиманга – это полноценный мир человеческий, с международными отношениями, с борьбой за толерантность, с коварными интригами, с техногенными катастрофами, с социальными волнениями, с протестом и митингом, с тиранической властью, опирающейся на совершенно четкую плотократию, да, с идиотическими СМИ, прессой вот этой попугайской, в прямом смысле слова, там попугаи являются журналистами, которые заботятся только о том, что все считают, что попка не дурак, вот, с очень противоречивыми отношениями между взрослыми, потому что, конечно, барсукот нашел свою любовь, но, 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 не буду пересказывать в своем сюжете, но не все так просто. И каракал, а в этой книге вы встретите название многих экзотических животных африканской саванны, я, например, о каракалах вообще практически забыл. Если и слышал когда-нибудь об этом виде диких кошек, то, в отличие от гепардов, допустим, я о них совершенно не помню, а там есть и геруненок, вот этот вот прекрасный нук, это жирафовидная антиопа, вид, то есть я этих геруноков никогда в жизни не видел, скорее всего, и тоже о них узнал впервые из богов манга. Там довольно экзотично, но все понятно, расстановка-то она вполне басенная, она вполне знакомая маленькому читателю российскому, да, никогда не бывавшему в савальне. Львы есть львы, жирафы есть жирафы, и жирафы там действительно не изысканные, а омерзительные. По поводу изысканности жирафов. Ну, во-первых, русскоязычный читатель не может спокойно это определение воспринимать. Оно уже раз и навсегда приклеено к одному строго определенному стихотворению на века, потому что стихотворение это гениально, и поэт его написавший велик. Но, но, вы понимаете, в чем дело? С одной стороны, ведь когда чуть больше ста лет назад говорили его императорское величество, имея в виду Николая II, тоже ведь говорили с уважением и с почтением, почти как изысканные, да? А когда мы оцениваем реальные дела, которые творились в Российской империи, нам совсем другие хочется слова употребить, и по отношению к изысканным тоже. В книге вообще очень много такой игры словами. Она доставляет, еще раз повторюсь, необычайное удовольствие, потому что чего стоят только вомбаты, наемники? Это такая личная гвардия, одновременно спецназ, да? В отличие от гиеновидных собак, которые, значит, так, войска рангом пониже, вот. Значит, вомбаты, у которых есть командир, его, естественно, зовут Батяня, и они, естественно, поют песню «Батяня-вомбат», который не прятался за тушки ребят. Не знаю, на мой взгляд, это очень смешно. Вот. И там много таких вот штучек. Но дело не в этих шпильках, которые автор подпускает, значит, время от времени, мете, целясь либо в актуальную политику, либо в массовую культуру, а дело в самом принципе. Лгать нельзя. Насилие никогда не будет оправдано. Любые самые, значит, древние, освященные вековыми традициями, обычаи, а не забываем, что даже яйцо, разбитое на алтаре вот этих самых богов, манго – это жертвоприношение, причем буквально каннибальское, потому что ведь там же птицы тоже разумные, они тоже вполне себе, да? Можете себе представить, что чувствуют наши барсуки дальнего леса, когда они видят вот эти отобрядки, да? Любые. Это все должно быть искоренено, потому что этому не место в нормальной жизни нормальных зверей. Под нормальными зверями возразумеваются звери, которые все-таки друг друга не едят, хотя бы в большинстве случаев, да? Я, конечно, просто как за родную переживал за Барбару. Я, конечно, очень сильно расстроился, когда там у барсукота произошло очередное недоразумение с барсуком старшим. Я, конечно, воспринимаю просто как про меня написанные абзацы, которые несколько раз повторяются этот мотив. Это, знаете, такой умудренный жизнью, такой старый коп, который… Обычно в фильме он курит, но книга в этом смысле абсолютно чиста, да? Здесь ничего подобного нет. Ну, а он, значит, он такой вот затяг-то курит, небритый такой, смотрит мрачно в окно, а за окном дождь, обязательно дождь. Он смотрит, говорит, господи, как я устал, как я устал, проклятый город, проклятые люди, что они творят? Как мне вынести это? Это дело должно быть закрыто, а потом на покой, да? А дальше барсук старший начинает думать о том, как он уйдет на покой и впадет в спячку. Боже, как я хочу иногда впасть в спячку просто! Это проклятая работа, это проклятая жизнь! Можно я уже, я уже достаточно накопил жиру, я уже могу просто лечь в спячку! Вот, и как внештатный сотрудник полиции Дальнего леса, вот, регулярно подаю об этом прошение. И получаю отказ от супер-мыши, супер-агента, которая, значит, супер-интедант и вообще супер-пупер, и она, естественно, отвечает, иди займись делом, да? Рано тебе впадать в спячку. В общем, боги-манга – это прекрасная, удачная, развивающая все основные линии и воспользовавшаяся всеми удачными находками, да, продолжение «Зверского детектива». И одновременно это новый этап, новая ступень, и по части пародийности, и по части вот этого вот мира строительства, да, мы гораздо больше узнаем о вселенной «Зверского детектива» из этой книги, и по части взрослеющего читателя, да, пища для ума, для размышлений, для сопоставлений. А так ли уж это верно? Все, что касается политики, экономики, все, что касается власти, все, что касается толерантности, все, что касается военной силы и лжи, все, что касается несовершенств того взрослого мира, в который еще буквально вот шажок другой, годик-другой им придется вступать. И оценивать вполне себе людской, а не зверский детектив, и вполне себе людскую, а не зверскую логику. Лучше бы была она зверская, иногда хочется сказать. Поэтому, конечно, эта книга чрезвычайно полезна и очень поучительна, но ни грамма нравоучения, ни грамма нудятина вы не найдете, а только зверское напряжение, потому что когда наконец все кончается, хочется сказать, господи, ух, ну накручено-то, ну накручено. Да, действительно, накручено и не зря. Удовольствие от книги обеспечено. Спасибо за внимание.